Что сделали американцы 75 лет назад? Они сделали что-то, что не имеет никакого сравнения за всю историю человечества. Те, что были запущены 6 августа на Кирусиму и 9 августа на Нагазаки, были не только самыми мощными бомбами, сброшенными в войне, они были и остаются пропастью, над которой мир все еще танцует в воде. В Кирусиме 6 августа 1945 года атомная эра началась. По некоторым оценкам, около 80 тысяч мирных жителей погибли в Кирусиме впервые, нисколько секунд после взрыва. Никому в истории не удавалось убить так много людей за такое короткое время. Мы говорим о секундах. Это рекорд, американский рекорд. Но ужас не только в этих цифрах, потому что впервые в истории войны военное устройство создало вокруг себя невидимое смертельное кольцо формы радиации, который продолжает убивать людей в ужасных страданиях в течение последующих месяцев и лет. Количество жертв, связанных каким-то образом с этим взрывом, оценивается более 200 тысяч. Боже мой, что мы сделали? Это были те немногие слова, которые второй пилот американского самолета «Энолагей» Робер Льюис писал в бортовом журнале, когда самолет после изменения курса возвращался на базу Тиньян на Мирьянские острова. После леденящего взрыва первой атомной бомбы, так называемого «Литлебой», которая только что просто распилила, испарила 80 тысяч человек, эти слова стали первым лучшим человечности. Внезапным угрызением совести запоздалого осознания и рассуждения. Ну, уже поздно. Тем не менее, этот опыт оставил не на всех американских членах экипажа одинаковые глубокие следы. Пол Тибетц, например, это командир, был уверен, что поступил правильно. Барак Обама в 16-м году приехал в Керосим. Он был первым американским президентом, сделавшим это спустя более полувека после взрыва. Однако на американской стороне никогда не было никаких признаков раскаяния. И даже на мемориальной доске перед самолетом «Налагейд», которая сейчас хранится в музее, написана, «Этот самолет запустили первое атомное оружие, использовавшее в бою на Керосиме Японии». Все. О бой? Против кого? О по количеству жертв? О разрушении? Ничего. Ни один из виновников не предстал перед военным или гражданским судом. Но стратегическая бомбардировка не была американскими изобретениями. Они были теоретизированы британскими Сирией Юг Тренчард, который утверждал, что в современной войне хорошей и справедливой идеей является поражатой не только самой важной военной и промышленной цели, но и гражданской цели, чтобы ослабить страну и уничтожить все народное сопротивление. Но безнаказанности не ограничивается резней двухатомных бомб. Так что в Италии произошли американские бомбардировки против итальянского гражданского населения. Американские бомбы в школе района Горла в Милане. 184 ребенка погибли. Бомбардировки на Монте-Кассино и так далее, и так далее. 75 лет назад война закончилась, как и все войны. Ну, были преступления Сирии А и Сирии Би. Хорошие бомбы и плохие бомбы. Жертвы, которые мы помним, и жертвы, которые забили. Осужденные за военные преступления и никогда не судимые. Но измельченные, сожженные, испаренные, расплавленные мерпецы в ужасе Кирусин и Нагазаки продолжают требовать правосудия и смотреть на совесть американцев.